Без медстраховки, пенсионных, социальных отчислений и без стажа оказались горняки нескольких шахт в Карганде. Уже два года у сотен шахтеров удерживаются из зарплаты деньги на эти выплаты, но никуда не отчисляются. Почему на длительное нарушение закона спокойно смотрят все контролирующие органы, выясняла Людмила Вачкина. Рубаю уголь на комбайне. Чисто по-русски я выражаюсь. Что ты еще? Ну что это? Уволился бы, да в 58 лет уже никуда на другую работу не возьмут, сетует Василий Шейко. У него больше 30 лет горняцкого стажа. При этом уже несколько лет на его пенсионный счет с Кировской шахты не поступило ни копейки. Удерживаются и зарплаты, но не доходят до государственного бюджета и деньги на медицинское страхование и социальные отчисления. Такая же история на шахтах Западной имени Байжанова. Я даже в больницу не могу сходить нормально, в место страхования. Кредит не могу взять. Я сейчас ипотеку оформляю, вот уже месяц бегаю, потому что у меня нет пенсионных отчислений. Стаж работы тоже же, как будто мы не работаем же получается, правильно? Сейчас очень страшно. Коронавирус в стране, во всем мире. У нас нет медстрахования. Нам куда потом обращаться? Всё платно будет. Даже кровь сдавать будет. Всё платно. Профсоюз тоже у нас не работает. Профсоюз у нас как будто на работодателя работает, а не на нас. Сегодня 25 августа. Шахтёры Кировской получили за июль только 40% зарплаты. Хотя она здесь в разы меньше, чем на других горнодобывающих предприятиях области. В последние два месяца она ещё упала. У нас уже не считают за шахтёров. У нас унизительная зарплата 100 тысяч. Шахтёры мы получаем на шахте Кировской благодаря нашему работодателю, благодаря нашему российскому директору, у которого министерский оклад. Пользуется личным водителем, жипом. Трёхкомнатные квартиры у него в городе. Ну и оклад у министра такого нет. Пенсионную не платят. Почему не платят? Её же с нас удерживают. Они нам должны ещё 5% шахты накидывать. Они нам даже наши 10% не платят. Выслугу лет забрали. Какое имели право? В ответ горняки слышат только одно – нет денег. По словам председателя правкома, людей на шахте не хватает. Реализации угля нет. Добыча упала. Если раньше в месяц шахта добывала от 20 до 30 тысяч тонн угля, а сейчас – 10, а в некоторые месяцы – всего 5. Шахтёры работают 4 дня в неделю вместо 5. Вопрос о неперечислении налогов за сотрудников руководство шахты игнорирует. Я понимаю, да. Это чистейшее нарушение закона. Вот эти штрафы, которые накладываются на предприятие за нарушение – это неправильно. Лучше бы эти штрафы пустили на погашение той задолженности, которая есть. Вот я так считаю. А дальше уже руководство решать будет с инспекцией. Горняки коллективно обращались в прокуратуру, но не добились результата. Они просят, чтобы на них обратили внимание городские власти. Первый руководитель предприятия сейчас в отпуске и находится за пределами Казахстана. Его заместитель отказался от комментариев на камеру. Он на словах пояснил, что у предприятия сейчас кризис и нет средств на выплату достойной зарплаты и выплату в пенсионный фонд и в фонд медстрахования. Медстраховку и больничные оплачивают только заболевшим. Те шахтёры, которых не устраивает такое положение, дел вправе уволиться. В департаменте госдоходов, который контролирует пенсионные и социальные отчисления и взносы за медстраховку сотрудников предприятий, ответили, что всё, что они могут сделать, это выставить предприятию уведомление об оплате. Жаловаться в департамент инспекции труда горняки не видят смысла. Предприятие оштрафует, и у него останется ещё меньше денег на зарплаты и отчисления.